В воскресенье мы пили чай с вареньем и слушали радио. Как всегда в это время, радиослушатели в прямом эфире поздравляли своих друзей, родственников, начальников, с днём рождения, с днём свадьбы или ещё с чем-нибудь знаменательным. Рассказывали, какие они раз чудесные и просили исполнить для этих прекрасных людей хорошие песни. — Ещё один замок! — в очередной раз лекущий превоскласил диктор. — Алло, мы слушаем вас! Кого будем поздравлять? И тут я ушам своим не поверил, раздался голос моего одноклассника Владики. Это говорит Владислав Николаевич Гусин. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина, ученика четвёртого класса Б. Он получил пятёрку по математике. — Первую в этой четверти! И вообще первую! Передайте для него лучшую песню. — Замечательное поздравление! — восхитился диктор. Мы присоединяемся к этим пятёркам словам и желаем уважаемому Владимиру Петровичу, чтобы у помянутой пятёрка была не последней в его жизни. А сейчас дважды два — четыре. Заиграла музыка, а я чуть чай не поперлась. Шутка ли? Честь меня песни будет. Ведь Ручкин — это я, да ещё и Владимир, да ещё и Петрович, и вообще в четвёртом Б. учусь. Всё совпадает. Всё, кроме пятёрки. Никаких пятёрок я не получал. Никогда. А в дневный пёлник рассылалось, нечто прямо притёркло. — Вовка, неужели ты пятёрку получил? Мама выскочила из-за стола и бросилась меня отнимать, целовать. — Наконец-то! Я так мечтала об этом. Что ж ты молчал? Скромный какой. А Владик-то настоящий друг. Как за тебя радуется. Даже по радио поздравил. Пятёрочку надо отпраздновать. Я испеку что-нибудь вкусное. Мама тут же замесила тесто. И начала лепить пирожки весело напевать. Дважды два четыре, дважды два четыре. Я хотел кричать, что значит, не друг, а гад. Всё, крик, никакой у меня пятёрки не было. Но язык совершенно не поворачивался. Как я ни старался. Уж очень-то мама обрадовалась. Никогда не думал, что мать на радость так действует на мой язык. Молодец, сынок, замахал газетой папа. Покажи пятёрочку. У нас дневники и собрали. Собрал я. Может, завтра раздадут. Или послезавтра. Ну ладно, когда раздадут, тогда и полюбуемся. И пойдём в цирк. А сейчас я сбегу за мороженым для всех нас. Папа умчался, как вихрь. А я кинулся в комнату к телефону. Трубку снял Владик. Привет, хихикает. Радио слушал. Ты что, совсем очумел? Зашипел я на него. Родители тут голову потеряли из-за твоих дурацких шуток. А мне расхлёпывать. Где я им пятёрку возьму? Как это где? Серьёзно ответил Владик. Завтра в школе. Приходи ко мне прямо сейчас уроки делать. Скрипя зубами, я отправился к Владику. А что мне ещё оставалось? В общем, целых два часа нарешали примеры, задачи. И всё это вместо моего любимого триллера «Арбуз и людоеды». Кошмар. Ну, Владико, погоди. На следующий день на уроке математики Оливтина Васильевна спросила, Кто хочет разобрать домашнее здание у доски. Владик ткнул меня в бок. Я ойкнул и поднял руку. Первый раз в жизни. «Ручкин!» Удивилась Оливтина Васильевна. «Что ж, милости просим». А потом, потом случилось чудо. Я всё решил и объяснил правильно. И в моём дневнике заявила гордая пятёрка. Честное слово, я даже не представлял, Что получать пятёрки так приятно. Кто не верит, пусть попробует. В воскресенье мы, как всегда, пили чай. И слушали передачу «Звоните вам с поюз». Вдруг радиоплевник опять затраторил лазькиным голосом. Поздравляю Владимира Петровича Ручкина С пятёркой по русскому языку. Прошу передать для него лучшую песню. Чего? Только русского языка мне ещё не хватало. Я вздрогнул. И с отчаянной надеждой посмотрел на маму. Может, не расслышала. Но её глаза сияли. Какой же ты у меня умница! Счастливо улыбайтесь с криком Абамы!